всем приветик сегодня в обзоре на стопроцентный меринос и смесовка меринос кашемир прекрасные меринос и приехали и который раз убеждаюсь что чем тоньше ниточка тем она все таки более мягкая качественная и выглядит потрясающе так это у нас артикул виктория в метраже 2 400 2 400 метров на 100 грамм пусть вас не пугает этот скажем так тоненький метраж на самом деле это не самый тоненький так что боятся тут тем более ничего ниточка прекрасно вяжется сматываю я в клубочке в 2 ниточки это максимум для чего для того чтобы не было провисания вот когда вы вяжете если в клубочке две ниточки они принципе идут ровненько вы потом с нескольких клубочков достаете вяжете и уже натяжение как бы следите за натяжением если перематывать по одной ниточки туда-сюда чтобы в клубочке было там три четыре нитки вот у меня даже в образце бывает так что ниточка где-то вот одна вот так вот может быть допустим так как образец сам по себе небольшой то я его потихоньку подтягиваю и она у меня выравнивается но в большом изделии это может привести к тому что она там либо вот это провисание будет где-то вот в полотне у вас и она будет видно с него нужно будет заправлять или что-то с ним делать либо в тюрьме подтягивая она может либо порваться или узел завязаться поэтому не из вредности девочки а только для того чтобы вам было удобнее комфортнее вязать мотается максимум в 2 ниточки любой тоненький метраж будь то три тысячи две четыреста или полторы тысячи метров это такие самые распространенные метражи мериносах и так это меринос гребяной чем он отличается от кардного два слова буквально гребяной меринос он идет видите в бобиночки с блеском он такой как будто бы немножко полированной то есть меньше пушка меньше будет пилинговаться то есть меньше будет катышков но они все равно будут так как эта шерсть для этого чтобы катышки убирать покупайте машинку себе и благополучно их удаляете дальше эта ниточка гребяной меринос он хорошо пружинит держит резиночку это меринос абсолютно универсальный на любые изделия можно деткам потому что это очень мягкий меринос на шапке вообще вот лучшая пряжа потому что держит резинку хорошо будет держаться на голове не вытягивается прям как-то главное он плотность правильно подобрать если вы сильно слабо вяжите после стирки меринос может потянуться вниз поэтому нужно подбирать правильно плотность вязания любые косы ажуры будут смотреться шикарно ажу да вот ажуры полупатентные резинки кардиганы свитера знаю брючные костюмы юбки абсолютно все можно вязать из мериноса также преимущество есть в бобиной пряжи это то что можно регулировать количество сложений количество ниточек тем самым можно связать изделие более тоненькая допустим демисезонная на спицах троечка там три с половиной либо добавить количество ниточек сделать толстенькая толстенькое полотно и соответственно она будет теплее будет больше вас согревать и будет уже зимнее изделие поэтому вот меринос считаю абсолютно универсальной ниточкой и давайте значит рассмотрим 2 400 метраж я вязала 6 сложений 6 ниточек пока уберу в 6 ниточек спицами 3 миллиметра хорошо держит резиночку абсолютно ровная лицевая гладь вот такой красивый оттенок мулине это фиолетово-бордовый вот он видите он как немножко вот переливается оттенки как будто бы одна ниточка идет фиолетовая другая бордовая вот они скручены между собой и получается вот такой вот очень красивый оттенок в полотне выглядит эти как интересно вот я вам сниму поближе эти такие фиолетово-бордовый сейчас он более ярким смотрится но главное что видно вот такое вот интересное сочетание вот если подальше образец отнести от камера видите как классно таких мулине две бобиночки всего это вот такой фиолетово-бордовый очень красивый оттенок и бордовом черный либо такой темный темно-серый так сложно сказать она такие просто окрашена так интересно бобинка темнее чем вы видите сейчас но главное что вы поняли как окрашена ниточка образец образцы я делала не каждого оттенка косы хорошо такие выпуклые получаются красивые ну и ажурный ажурный рисунок тоже здорово смотрится ничего абсолютно не косит оттенки не линяют друг на другом сейчас кстати для сравнения покажу вам вот это гребеной меринос конечно у него есть такой небольшой пушок но если сравнить с кардной ниточкой кардным мериносиком то здесь ушка видите намного больше такой прям пушочек мягенький у кардной нитки конечно есть своими свои преимущества это то что она теплее вот хорошо видно такой нежный пушочек кардная ниточка теплее и легче расход будет меньше чем у гребеного мериноса но этот вот немножко такой как будто бы вот полированный красивый вот такой вот оттенок производитель назвал ольха такой классный зеленый оттенок зеленого так это оливка так назвал производитель так тут он светлее на образце вот сейчас вот очень хорошо передается оттенок есть еще фуксия немножко дальше буду вам показывать уже фуксия такая красивая мягкая меринос очень мягкий даже вот в бобинке очень классный так эти две я вам показала дальше идет вот такой вот зеленый вот хорошо тут передается оттеночек темно-зеленый вот этот оттенок я провязала ольха называется alder на итальянском по одной бобинки на цвет кроме оливки хотя мне он не совсем оливка он не как горчица с зеленцой очень похож на кидмохер который есть у меня вот смотрите кто хочет соединить либо допустим добавить ниточку кидмохера вот в этот меринос что это даст полотну во первых она свитер будет теплее конечно с ниточкой кидмохера и будет пушистая с пушочком таким хорошим то есть вот эти вот два можно спокойно себе сочетать так дальше есть графит графит такая небольшая бобина буквально на одно изделие и графит есть вот такой вот astra 50 astra тоже одна бобинка но тут чуть чуть больше чем 100 грамм то есть на изделие вот этого будет достаточно если вы захотите добавить в меринос кидмохер так и еще два оттенка это голубой голубой и джинс светлый джинс он идет без меланжика джинс это название от производителя тут я с производителем согласна и вот он в провязи ниточка очень классная девочки мягенькая так что заказывайте клубочки клубочков может быть сколько угодно если вы хотите вязать спицами допустим троечкой это в 6 сложений нужно вязать значит будет три клубочка каждый в две ниточки смотрим очень удобно вот такие вот клубочки у меня кстати скоро появится помощник это электромоталка скоро сезон и как бы уже нужно побыстрее разматывать будет ниточку поэтому скоро мне будет немножко проще то ручной моталкой получается долго конечно это все дело но тем не менее зато каждый клубочек смотрим большой большой любовью к ниточке пряжи и к вам так следующий меринос я вам его уже показывала в stories обзора не было это вот такой вот меланжевый он более голубой но у него оттенок такой зеленцой есть какой-то вот такой лазурный лазурно-бирюзовый что-то красиво очень это стопроцентный меринос от манифатура сессия метраж у него 1500 классный метраж и я провязывала образец по-моему в 4 ниточки до 4 ниточки спицы троечка резиночку держит и вот так вот интересно ложится такой вот меланжевый узор и тут у меня маленький такой эксперимент буквально было чуть-чуть остаточек кедмохера на шелке значит одна ниточка кедмохера и одна ниточка полторы тысячи меринос и получается вот такой вот интересный тоже пушистик кто любит свитера паутинки кто вяжет вот можно так разнообразить добавить такую разноцветную ниточку в кедмохер им будет такой у вас интересное необычное полотно получится это у нас были гребеные меринос и и я вам покажу еще одну новинку это один из любимейших артикулов многих вязальщиц этот артикул называется дороти 1550 метров это одна ниточка видите стоит единичка одна нить она не скручена это кардная пряжа 90 процентов меринос и 10 процентов кашемир ниточка уже мягкая в бобинке бобинка не сухая есть три оттенка вот такая вот меланжевая меланжевый за светлый хаки можно так сказать розовый жемчуг такая с розовинка идет светлая ниточка и и вот такая вот фуксия провяз значит напомню что кардную ниточку нужно стирать ну хотя бы два раза для полного раскрытия чтобы кашемировый пуш и после двух стирок смотрите какое классное получается полотно какой тут пушочек вот его видно нежный такой маленький это ниточка будет тепленькая даже вот в три сложения я вязала образец спицы троечка она в принципе не очень плотная потому что скорее всего после еще одной-двух стирок она еще больше раз пушится пушечку нужно куда-то выходить поэтому кардную ниточку плотно вязать не стоит и смотрите какой у нее пушок классный он такой небольшой очень приятный тоже можно деткам такую ниточку на кофточки на осенние школу на жилеточки тоже хорошо будет пряжа держит резиночку слабенько абсолютно ровно ложится в лицевую гладь нигде не косит абсолютно ровно три цвета есть такой светлый хаки он слегка меланжевый светлый очень приятность такой с легкой легкой розовинкой я его назвала розовый жемчуг и фуксия эти ниточки будут завтра либо сегодня уже после видео обзора продажи а также я вам хочу напомнить о мериносах гребяных и карных которые есть сейчас в наличии так меринос от lan агата отличный метраж 600 метров в 2-3 ниточки можно уже спокойно вязать резиночку хорошо держит желтенького уже нету вот такой вот оранжевый слегка с меланжика медный красный смотрите как красиво смотрится косы именно красном цвете зеленый зеленый такой изумрудный очень тоже красивый сирень лаванда и темный фиолетовый вот тут еще был образец темно-фиолетовым темно-фиолетовый я вязала в три ниточки образец сделала как для кардигана полупатентная резинка очень объемно смотрится так здорово не будет резиночка пружинит это один из самых крутых вообще мериносов которые мне попадались с очень классным метражом так что его я очень вам советую яркие красивые неоновые оттенки пряжа тоже от план агата 1400 метров на 100 грамм отличный меринос мягенький и если вы ищете ниточку для перехода оттенков для жаккарда то идеально подойдет смотрите как здорово вот салатового к розовому и оранжевого можно делать такие переходы резиночку тоже хорошо держит в ажурах все прекрасно и будет держать косы араны и любые рисуночки будут смотреться просто замечательно неоновый яркий розовый неоновый салатовый оранжевый розово-коралловый точнее нет этот коралл запуталась сама розово-коралловый и вот такая вот морская волна а для тех кто любит такие вот припыленные оттенки есть тоже классный меринос это гребяной меринос от кстати по мы тоже тоже виктория только в метраже 1500 метров припыленный фиолетовый голубой и пыльно-розовый точно также отлично держит резиночку объемные косы и красиво смотрится ажурные рисунки и в таком же метраже полторы тысячи метров остались мериносы от занья баруфа артикул называется traditional два оттенка всего остались желтый и серо-ментоловый серо-ментоловый провязи и желтенький кстати неплохо даже вместе вот сочетаются и еще есть один классный меринос но это уже кардная ниточка конбера вот таких вот три клубочка смотанных такой светло-светло розовенький очень приятный оттенок где-то если не ошибаюсь полкило есть 500 грамм такой вот замечательный образец очень тоже она мягенькая с пушочком идет и токарная ниточка не косит такой замечательный розовенький цвет все эти ниточки я повторно выложу в посты чтобы уже все мериносы были рядышком и кардные и гребеные но и вы уже будете выбирать подбирать что вы хотите все спасибо вам большое за просмотр не забывайте ставить уведомления о новых публикациях и буду очень всем благодарна конечно же за ваши сердечки